На пол прощения не прощается обман, на пол надежды не сбывается желание. Д'Артаньян и три мушкетера, обыкновенное чудо, бедная Маша и другие знакомые каждому кинокартины. Своим голосом Леонид Серебренников украсил более 70 фильмов. В каждом городе заслуженный артист России в одиночку собирает полные залы, а в окружении талантливых актрис приводит зрителей в полный восторг. Я с девочками давно работаю, с каждой по отдельности, в кино, туда-сюда. Как-то так организовались, образовались у нас какие-то отдельные концертики. И с Лерочкой Ланской мы уже ездили одни вдвоем. Всех собрать невозможно, у этой съемки, у этой спектакля. В общем, это чудо, что здесь вдруг они собрались все вместе. Они такие разные, но все-таки вместе. Актриса театра и кино Анна Большова уже за кулисами призналась. В Светлогорске она впервые. Город настолько удивил, что пришлось даже ставить условия дирекции кинофестиваля. Уже сказала организаторам, что, пожалуйста, на следующий год я хочу приехать на подольше. Очень много неохваченного осталось. То я умудрилась добежать до моря, еще как-то так чуть-чуть пройти погулять. Нет, тут чудесно совершенно, воздух замечательный. Одна леди и вовсе оказалась в интересном положении, но на сцене Валерия Ланская, как настоящий профессионал, не подавала виду. Теперь не я пою, любовь моя, и эта песня не вехом отдаётся. 30 июля «Балтийские дебюты» ждет официальное закрытие. А каждую из леди в столице очередные съемки. Леонид Серебренников тем временем уже планирует дату очередного приезда. Уж слишком артистов впечатлил курортный город. Потрясающий город. Мы прошлись, не могли надышаться, не могли насмотреться морем, воздухом, зеленью, архитектурой. Жалко, что мы столько лет и первый раз только здесь. Надеемся, что будем теперь часто. Светлана Федорова, Максим Кириченко. Служба новостей. Город.